Московский районным судом города Твери трое мужчин признаны виновными в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации. Причастность фигурантов 1991, 1989 и 1985 годов рождения к пропаганде идеологии международного общественного движения «Аристанское уголовное единство» Решением Верховного суда Российской Федерации это движение признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России удалось установить благодаря совместным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников УФСБ и УФСИН России по Тверской области. Отбывая наказание в одном из исправительных учреждений региона, мужчины пропагандировали запрещенную идеологию среди осужденных. В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база для постановления судом обвинительного приговора. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 2 месяцев до 2 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. В деревне Кривцово Калининского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Когда пожар уже был потушен, на пепелище обнаружен труп мужчины 47-го года рождения. По факту гибели человека региональный следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания устанавливается. С возгоранием боролись пожарно-спасательная часть номер 72, 2 и 1, а также добровольная пожарная дружина «Чайка». За период с 17 по 23 июня 1024 года на территории Верхневолжья сотрудникам МЧС России ликвидировано 42 пожара, в которых, к сожалению, погибло 2 человека. Так, 20 июня огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание бани с хозпостройкой на территории монастыря Никола-Теребенской пустыни в поселке Труженик Махинского муниципального округа. Благодаря слаженной работе пожарных и добровольных пожарных команд не было допущено распространение огня на рядом стоящие строения. Причиной пожара послужила неисправность печного отопления. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 22 человека. За неделю зарегистрировано одно происшествие на воде, в котором погиб один человек. Случай возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99. В день памяти и скорби сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии вместе с представителями силовых структур и правоохранительных органов, а также представителями региональных органов исполнительной власти, духовенства, ветеранов, членов общественных организаций, приняли участие в митинге и возложили цветы к обелиску победы. Память погибших защитников Отечества и жертв фашизма, собравшиеся почти минутой молчания и сотнями горящих свечей. Ежегодно в этой акции принимают участие более 400 молодых людей, представителей военно-патриотических объединений, юноармейских отрядов, студентов, участников и ветеранов специальной военной операции. Все они объединены желанием сохранить память о подвиге защитников Родины и отдать дань памяти павших в первые часы войны. В преддверии Дня памяти и скорби военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии Потверской области облагородили территории, прилегающие к памятникам и мемориалам воинам-освободителям, а также братских могил захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В патриотической акции приняли участие росгвардейцы из Твери, Западной Двины, Красного холма Ржева и других городов Тверской области.